Ученику первого класса Щелковской гимназии номер 6 Паши Кочубейнику 8 лет. Но несмотря на столь юный возраст, он уже преуспел в техническом творчестве. Робототехникой увлекся еще в детском саду. Признается, собранных им агрегатов было очень много. Всех и не вспомнить. Шелокбаумы были там, еще там был робот, который разговаривал с мини-станцией Алисой. Еще у нас был робот, который дает воды. Очень много, считаешь, я даже еле вспоминаю. А что хочешь сделать? Я вот хочу сделать какую-нибудь машинку, которая она сама едет. Но машинка пока подождет. А на конкурс робототехники, который состоялся в 14-м лицее имени Гагарина, Паша представил другой проект. Нужно сказать, весьма полезный агрегат – витаминный терминал. Он сделан с двигателя, с смарт-хаба, с датчика движения, с трубки подачи витаминов и лотка подачи витаминов. Приложите пальцы и получите витаминку. Конкурс инициировали щелковские активисты молодой гвардии. Цель – привлечь внимание к занятиям техническим творчеством в городском округе детей разного возраста. На этот раз участниками смотра стали пять ребят из разных школ Щелкова. Однако в дальнейшем организаторы планируют развивать конкурс на региональном уровне. Мы решили провести вот такое мероприятие, собрать интересных ребят, креативных, умных, которые могут здесь показать что-то себя, как-то это все медийно продемонстрировать. И в следующий раз уже сделать гораздо масштабнее мероприятие, чтобы собрать как можно больше одаренных детей. Не секрет, что техническое творчество с каждым годом приобретает все большую популярность. Занятия по робототехнике сегодня проводятся и в детских садах, и в школах, и в учреждениях дополнительного образования. У ребят есть возможность воплотить различные креативные задумки в реальность, используя силу воображения, знания конструирования и программирования. Стоит отметить, жюри конкурса оценила на весьма высоком уровне работы участников смотра. Работы были интересные, работы были технические. И когда мы оцениваем ребят, мы всегда смотрим не только то, что они представили, но и тот уровень относительно их возраста, который они представляют. И смотрим их личностный рост относительно школьной программы. Танк, рука-манипулятор, робот, бегущий из лабиринта. Вот такие креативные работы, названия которых говорят сами за себя, были представлены на конкурсе. Ученик лицея номер 14 Марк Навальнев сконструировал комбайн, вдохновившись поездками на тракторе во время летних каникул. У меня дедушка, бабушка живут в селе, и дед очень рано меня катает. Даже я сам как-то научился на этом маленьком тракторе ездить. Марк получил высокую оценку жюри за свой комбайн, занял первое место на конкурсе. Конечно, победителя призеров и участников наградили дипломами и подарками. Я очень надеюсь, что действительно у вас все получится довести до логического завершения, что у вас будут большие успехи. И мы надеемся, что вы требуете представлять наш городской округ на уже международных соревнованиях. Это у вас для многих был первый опыт, но я думаю, что не последний. И в деколошете мы еще раз обязательно к вам приедем. Самое главное, ребята получили хорошую мотивацию продолжать развиваться в техническом творчестве. Анна Балиет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение. Продолжение следует...